Этот сезон для меня вообще какой-то безумно интересный, потому что я не ожидала, что столько творчества на меня свалится. И, конечно, сейчас я поглощена, просто даже нельзя сказать, что на 100%, я там просто вся, потому что я очень много успела, правда, за этот период. Я станцевала в Париже, новый для себя балет «Петрушка», я станцевала новую для себя роль Клары в балете «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нурьева, я станцевала в Вашем театре премьеру «Эсмеральды», в «Эйдерке» в этом сезоне, в «Эйдерке», сейчас станцевала в Милане буквально две недели назад, в «Китре», но в хореографии Рудольфа Нурьева это тоже абсолютно новый для меня спектакль. После этого съездила с Большим театром на гастроли, сейчас вернулась в Москву, потом еду в Бразилию и потом куча-куча-куча-куча всего еще интересного. Так что жизнь тяжелая, но безумно интересная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Станцевать на сцене Парижской оперы было для меня чем-то необыкновенным, потому что это легендарная сцена, и попасть туда, мне кажется, мечтает любой артист. Чтобы что-то хорошо сделать, конечно, нужно очень много времени и полная самоотдача. Конечно, в течение двух недель станцевать три премьеры. Мне было очень тяжело, но я собралась просто вот насколько я могла, просто как в страну. Я думаю, отказаться от чего-то. Нет, но я потом понимаю, что пройдет время, и я буду жалеть, что я могла, я была молодая, я могла это все сделать, но вот из-за какой-то своей слабости, лени, я это не сделала. Хореография Нурьева, конечно, сказать, что сложно. Для меня мало сказать честно. Нужно перестроить абсолютно свое сознание и понять, вот я, вот это есть, потому что они молодцы, они абсолютно, вот его хореографию ничего не разрешают менять. И это тебя, конечно, мобилизует, вот хочешь, не хочешь, надо сделать. Нужно танцевать очень чисто, потому что после всех прыжков, заносок, после всех рамдужампов нужно попадать в позицию, плюс все сделанное, это должно быть филигранное, очень чисто. Ну вот все прошло, я справилась, я не могу сказать, я горжусь собой, нет, это не так. Мне, наверное, огромное удовольствие доставило то, что зрители, как мне показалось, были счастливы меня видеть. В Париже мне говорили, что плюс к этой сложной хореографии я добавила что-то свое русское, это, например, наша там какую-то одухтворенность. Потому что я выросла в Москве, я училась в Москве, мои педагоги все московские, я танцую в Большом театре, я абсолютно московская балерина. Субтитры создавал DimaTorzok Наш театр очень дружит, Ласкало и Большой. И Махар Хасаныч Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Ласкало, он договорился с Анатолием Геннадьевичем Оксановым, чтобы я приехала и станцевала у них Дун Кихот. Китри считается моя одной из лучших ролей. Она первая, она счастливая, очень я как лотерейный билет ее вытащила. Ну, как приехала, посмотрела, поняла, что балет мне придется танцевать абсолютно другой. Театр такой милый, мне так там понравилось. Такие они добрые итальянцы, веселые, отзывчивые. Ну, плюс очень требовательная публика, потому что когда я сходила на оперу, посмотрела, как там зрители иногда фыркают и букают и сидят с партитурой на спектаклях, я немножко испугалась, потому что подумала, да, если сейчас здесь не понравится, они могут что-то устроить. Очень напряглась. КОНЕЦ Когда в Москве пятируешь-пятируешь безумно, тебе хочется и домой пойти, и с мамой поговорить, и в кино сходить. Как-то времени не хватает, может быть, даже не хочется. А когда в таком интересном городе, как Париж, Милан, и такие потрясающие магазины вокруг тебя, да еще и время свободное есть, потому что в номере в гостинице как-то сидеть не очень интересно. Поэтому, конечно, магазины и моды затягивают очень сильно. Я не могу сказать, что я сумасшедшая на этом абсолютно, но хорошо выглядеть и красивая одежда, это, я считаю, что женщина должна это любить. Я люблю более такие марки, которые не такие консервативные, скажем, но не люблю консервативные одежды, наверное, потому что и в жизни я не такая. В жизни очень разная, но неспокойная, это минус, очень неспокойная, такая очень полярная, либо очень веселая, либо очень грустная, либо очень драматичная. Ну, вот такая, как на сыне, наверное, и еще не повзрослевшая до конца.